По итогам 2022 года Россия вошла в топ стран, подверженных ДДОС-атакам. Опережают ее лишь Китай и Индия. ДДОС-кибератаки направлены обычно на вывод из строя серверов государственных и финансовых организаций. Они характерны массовым участием, характерны наличием центра управления и обычно располагаются центры управления за границей Российской Федерации. Воздействовать мы можем только на результат путем активной защиты, активной непротиводействия. Хакеры атаковали не только госструктуры, но и средства массовой информации. Так, в феврале 2022-го крупнейшие информационные порталы страны подверглись кибератакам из-за рубежа. Ответственность за этот акт взяла на себя хакерская группировка «Анонимос». Позже объединение атаковало и крупнейшие энергетические и интернет-компании, а также Роскомнадзор. Прошлым летом под штурм попали и сервера российских вузов. В основном используется, естественно, комбинированное. Это строение прокси-серверов, использование межсетевых экранов нового поколения. И без взаимодействия с органами-регуляторами ничего хорошего не выйдет. То есть основная помощь – это органы-регуляторы нашей Российской Федерации, которые осуществляют поиск и противодействие таким видам угроз. Далее, естественно, это координация с другими вузами, и как Республики Татарстан. И неоценимую помощь нам оказывали и Центр цифровых технологий, и Центр информационных технологий Республики Татарстан. И, естественно, штаб по борьбе с киберпреступностью Министерства цифровизации Республики Татарстан. Специалисты отмечают, что в настоящий момент, несмотря на такой натиск со стороны хакеров, бойцы виртуальной обороны не только справляются с атаками, но и с каждым разом совершенствуют способы борьбы с ними. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универ Ньюс.